Музыка Это Александр Антонович Петрушин, историк, краевед и писатель, который нам сегодня поможет исследовать нашу тему Итак, давайте начнем с главным политиком Это был Иосиф Сталин, который был в 1878 году и был в 1953 году Он был политический и милитарный руководитель Он был назван «Hero of Socialist Labor» и «Hero of the Soviet Union» Сталин был руководителем Комиссарской комиссии и Комиссарской комиссии Он был генералиссимус Я думаю, что можно задать первый же вопрос сразу нашему дорогому гостю Не могли бы Вы рассказать о том, как Сталин стал генералиссимусом и поподробнее об этом звании? Генералиссимус – это воинское звание В истории считается высшее воинское звание В России за ее историю было несколько генералиссимусов Сталин – генералиссимус Союза Советских Социалистических Республик Так звучит полностью его звание Но к военной службе, профессиональной военной службе Сталин не имел никакого отношения Мало того, что в Первую мировую войну 1914-1918 года он не был призван по состоянию здоровья Поэтому его можно считать, как Вы правильно сказали, лидером, организатором А на современном языке – военным менеджером Но фактически он, как народный комиссар обороны и верховный главнокомандующий Был главным деятелем в Красной Армии Таким образом, что он же был призванным Спасибо вам! Ну и в addition с Сталином Там были еще и другие bomе И других плох male Это был большой большой получит в результате Открыгивался в Патриотическом войне Генералиссимус Здесь были очень много генералиссимуса Мы поговорим о двух известных генералах, например, Георгий Жуков, который был в 1896 и был в 1974 году. Он был командиром первой Белорусской фронт. Также, он играл в целом Георгий Патриотик. Семен Тимошенко. Он был родом в 1895 году и был в 1970 году. Как вы видите, он был второй раз Георгий Патриотик. Он принял меры по переэкипировке Красной Армии. Также, он contributed to the easing of tension. And he was known as the person who was opposite to the war propaganda. То есть, Семен Тимошенко налаживал также отношения не только во время войны, но и до ее войны. Это было, насколько я знаю, связано с действиями между нациями. Семен Тимошенко. Но не забывайте, что там были известные и хорошие люди. Многие люди, которые были называют герои. Зоя Космодемьянская. Она была партизаном. Она была партизаном. На немецкую сторону. Она была очень маленькой. Она была 18 лет. Когда она стала партизаном. И после ее действия, она была названа героем Советского университета. Она была убеждена. Отданена. Она была их силой. Отданет из офицеров. Она была являлась physical. Она была воспитана к своим службам. Она была названа героями Советской Университета. Она была названа героями Советского университета. Она была названа героями посоветовfiaю. После смерти. Следовательно взрослой. Это очень интереснаяcosis. Потому что это человек, который знал в нашей регионе очень хорошо, который Николай Кузнецов. Я думаю, что я могу дать слово к нашему гостю. Не могли бы Вы рассказать о Николае Кузнецове поподробнее? Охотно. Тем более, что Николай Иванович Кузнецов, по данным ЮНЕСКО, в 2000 году был признан лучшим разведчиком столетия. Человек был, несомненно, одаренный от природы, способный к языкам. Он имеет отношение к нашему городу, к Тюмени. Здесь он учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме. И за один год изучил еще один язык, популярный в то время, язык асперанта, язык мирового общения. А после этого он закончил лесотехнический техникум в своем родном городе Талица, недалеко от Тюмени. Работал лесоустроителем в Коме-Пермятской республике, это север Пермского края. Изучил там еще один очень сложный язык, Коме-Пермятский. После этого вернулся в столицу промышленного Урала, город Свердловск. Работал на Уралмаша. И тогда же связал свою судьбу с советской спецслужбой. И стал сотрудничать с советской контрразведкой и разведкой. Когда началась Великая Отечественная война, его забросили в глубокий тыл на оккупированную немцем территорию Западной Украины. Это район Ровно и Львова. И вот там, под легендой немецкого офицера, обер-лейтенанта Пауля Зиберта, Николай Иванович Кузнецов, совершил несколько акций возмездия против высших чинов Гитлеровского рейха. Человек, несомненно, бесстрашный, опытный. После того, как советские войска освободили территорию Западной Украины, он во Львове также совершил несколько акций возмездия, а потом, возвращаясь на свою базу, попал в засаду украинских националистов-бандеровцев и, не желая сдаваться в плен, взорвал себя гранатой. После войны обстоятельства гибели его были установлены. За героизм и мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Коррективно, что после распада Советского Союза в 1991 году власти, новые власти Украины демонтировали памятник Кузнецову в городе Львове. Я имею прямое отношение, потому что памятник мы вернули на его родину, возвратили и установили в центре города Талица. Поэтому любой желающий, любой турист, который приедет в Талицу, может увидеть тот памятник. Вес его 70 тонн. В центре города Талина, тот, который стоял в главном городе Западной Украины, Львове. Несомненно, это человек не только большого мужества, но и большого таланта. Своего рода судьба в далекой, заброшенной, в глухих уральских лесах деревни Зырянки родился самородок в плане языка и в плане коммуникации и общения. Действительно интересный рассказ, потому что, насколько я знаю, не много таких было людей, которые могли так легко освоить языки и так служить родине. Итак, теперь давайте поговорим в английском. Итак, он был русский секрет-сервис agent, как мы уже говорили. Он оперировал в Украине-occupированной России, как наш любимый господин сказал, и он был в Комиссарии для интернешного афраста. Он был также назван в Комиссарии для интернешного афраста. Он был также назван в Комиссарии для советской унии, поскорее. Он был в Комиссарии для интернешного афраста. Он был в Комиссарии для интернешного афраста. Он был также назван в Комиссарии для интернешного афраста. И он также был в Комиссарии для интернешного афраста. Примия СССР. Например, Сергей Илюшин, who was the Soviet aircraft designer, and he founded his own bureau, aircraft bureau. And he was not only the person who were the designer of something, he also was a deputy of the Soviet Union. Also, what did he do? He created the most famous aircrafts called ИЛ-2, strike aircraft, and ИЛ-4 bomber, ИЛ-2 and ИЛ-4. It's very interesting that he was awarded with Order of the Red Star, and he was also named the hero of the socialist labor. That's all I wanted to say to you, but that's not all we do today. We also should speak about people who were famous only in our region. So let's speak again with our dear guest. Александр Антонович, у меня теперь такой вопрос. Вы являетесь автором книг, которые рассказывают о людях, более конкретно о нашей области. Не могли бы Вы рассказать о каких-то значимых личностях? Вы только что показали и называли одного из конструкторов самого массового самолета-штурмовика времен Второй мировой войны ИЛ-2 Сергея Илюшина. У нас в Тюменской области было немало летчиков, которые управляли этим самолетом. Пятеро из них удостоены звания Героя Советского Союза. Самый интересный из них подполковник Болотов. Он один из первых освоил этот самолет с броневой защитой. Не случайно немцы называли этот самолет «Черная смерть» или «Летающий танк». Уже в 1941 году Болотов был удостоен звания Героя Советского Союза. Кстати, этот самолет сначала собирался в Воронеже, но когда немцы приблизились к этому городу, конвейер был эвакуирован в Куйбышево. И вот в Куйбышево в огромном авиастроительном комплексе собирали эти самолеты. Известно указание, указание просьба Сталина, самолеты ИЛ-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух. Каждый день там выходило по два бронированных самолета ИЛ-2. Известно, что 7 ноября 1941 года исторический парад был проведен на Красной площади. Войска с Красной площади сразу уходили на фронт под Москву. Но был и второй парад в Куйбышево, куда было уже эвакуировано советское правительство и дипломатический корпус. И вот в Куйбышево как раз показали авиационную часть парада. На центральной площади этого города пролетело 200 самолетов, в том числе 50 самолетов ИЛ-2. Один из них головной пилотировал капитан в то время Болотов. После войны он жил в Тюмени. Здесь он ушел из жизни. Здесь, на здании, где он жил, установлена мемориальная доска. А были ли такие люди, которые занимали также и политические посты во время Великой Отечественной войны, но были уроженцами Тюмени? Интересный факт. В нашем городе до начала 90-х годов он, с учетом секретности этой информации, не был известен широкому кругу и следователей, и общественности. Это то, что всю Великую Отечественную войну с 10 июля 1941 года по 24 марта 1945 года в нашем городе, в обстановке абсолютной секретности, в центре города, в здании, где учился как раз разведчик Николай Иванович Кузнецов, сохранялся саргофаг с телом Владимира Ильича Ленина. Это была главная партийно-государственная тайна. Поэтому Тюмень, ее абсолютный рекорд. Здесь было несколько промышленных предприятий, были госпитали, но главный секрет и главная тайна – это саргофаг с телом Владимира Ильича Ленина. А что касается политических деятелей, то один, пожалуй, из ярких политических деятелей советского периода, опять же он связан с этим зданием в центре Тюмени, это известный революционер, дипломат советский, он окончил реальное училище, оно в этом здании было, Леонид Борисович Красин. Кстати, интересно то, что он входил как раз в комиссию по организации похорон Владимира Ильича Ленина и был инициатором такого тогда еще неизвестного направления, как клонирование. То есть фактически он предполагал, что через какое-то время наука достигнет таких высот, что можно воскресить из мертвых того или другого политического деятеля, да и обыкновенного смертного. Говоря о секретах, я прочитала такой факт, что те файлы, возвращаясь к нашей предыдущей личности Николая Кузнецова, факты и записи его хранятся в Москве и они будут расшифрованы только в 2025 году. Это правда? Да, сейчас для историков, да и раньше это не было секретом о том, что в отношении Николая Ивановича Кузнецова и его жизни и его деятельности во время Великой Отечественной войны имеется большой документальный фонд, который мы надеемся, что по условиям законодательства Российской Федерации будет рассекречено. Мы предлагали это сделать еще в 1991 году, к очередному юбилею этого незаурядного человека. Он родился в 1911 году. Но тогда прежнее политическое руководство Советского Союза отклонило предложения историков, писателей и краеведов. Мы сейчас надеемся на правильное, на объективное решение. Спасибо. So now we have a task, as usually, for our guests to translate a text. Let's try. So you can see the text on the slide. И надеюсь, что у вас получится его перевести. Can I try? Конечно. Александр Матросов, он родился в 1924 году и родился в 1943 году. Он был членом Красной Армии. Стрелок автоматчик. Если я не ошибаюсь, мы можем сказать, что машина, гонщик или что-то. Субмашин гонщик. Закрыл своей грудью. Амбразуру. Лупхол. Он закрыл свою грудью. Брест. Немецкого диота. И уражил его额kad. И это дело, что он сделал. Следующее accusе. Его поступок широко освещался в газетах. Как это перевести слово поступок? Что он сделал? Свои действия? Да, свои действия были распространены в газетах, в газетах, в магазинах, в литературе, в фильмах. А, да, здесь журналы, в журналах, в литературе и кино, как, это не видно, как под... Подвиг. Как подвиг, да. Стал в русском языке устойчивым. Это превосходило... Верожени. 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 Как он сделал, как, как... Ты, как, матросов. А-а-а, да. Верожени. Некоторые, наверное, люди могут сказать, что это не очень популярно, но я думаю, что это очень важно, потому что это не так важно, а потому что, как вы так понедлительно, что я думаю, что это не так важно, что это не так важно. И люди, 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 начали говорить, что делать что-то как-то человек. И это интересно, потому что там много людей, которые были так милые, и они делали так много вещей. И есть много таких idiом. Они не популярны, потому что мы забываем некоторые, но в литературе они все равно живы. Мы все равно можем использовать их. И если вы читаете, это будет понятно. Да, если вы знаете этого человека и о том, что он сделал. И многие люди знают Матурасов? Пробственно, в Соединении, когда помace были очень fresh, и помнишь были очень популярны. И каждый, наверное, знал. Но сейчас, как люди начинают less говорить, и они даже не знают каких-то героев, в Советском Союзе и Грой Патриотики, они не могут сказать такие вещи. И даже если они не имеют эти idiомы в литературе, они не могут понимать их. Итак, мы закончили нашу лестницу, но я думаю, что у нас есть вопросы, задавайте ваши вопросы, я думаю, что гость или Александр Анатольевич, у вас есть что-нибудь добавить или рассказать? По Александру Матросову я бы мог рассказать многое. Да, сама фамилия Матросов, дело в том, что он был брошенный ребенок. Его на берегу реки Белую в Башкирии подобрали матросы Волгской речной флотилии. И когда принесли в детский дом, отсюда и появилась фамилия Матросов. Матросы принесли, поэтому будет Матросовым. А имя одной из самых распространенных Александра, Сашей будет. Заметили, что у него как бы нет отчества, он воспитанник. Причем за совершение мелкого правонарушения он был заключен в колонию, воспитательно-трудовая колония. Оттуда он и был мобилизован. Дело в том, что в 1942 году он служил и воевал в соединение, которое было сформировано из репрессированных крестьян и из заключенных тюрем и лагерей. Это был 6-й сибирский добровольческий стрелковый корпус. Он достойно воевал. В апреле 1943 года был преобразован в гвардейский стрелковый корпус. Александр Матросов в феврале 1943 года во время сражения, когда немцы из Зота не давали подразделению двинуться вперед, он закрыл своим телом амбразуру Зота, лег на пулемет. Его подвиг, кстати, в годы Великой Отечественной войны был повторен 200 раз. А Сталин, о котором мы говорили, его, конечно, интересовало, почему люди, которых режим репрессировал, ограбил, сослал в Сибирь, почему они воюют. И поэтому о боевых действиях вот этого соединения, в котором воевал Матросов, Сталину ежедневно, отдельно в сводке Генштаба докладывали, как себя ведет этот корпус. Известно, что Сталин всего один раз был на фронте, выезжал на фронт, именно в полосе вот этого корпуса. И когда ему доложили о том, что боец Матросов лег на амбразуру вражеского Дота и обеспечил успех подразделения, наступление Сталин на этом донесении синим карандашом, я видел просто этот документ, написал «Боец-герой, корпус гвардейский». И поэтому верно было сказано о том, что этот подвиг Александра Матросова был широко представлен в газетах того времени, в литературе и в кинематографе. И он стал одним из символов героизма Советского Союза в Великой Отечественной войне. Здесь было показано, это Зоя Космодемьянская, это самый трудный момент, немцы стояли у Москвы. А они ее повесили практически уже в Подмосковье, на Афаминский район. Причем она была неизвестна тогда, они уходили под чужими именами. И первый очерк в газете «Правда», главной газете Советского Союза, был очерк под названием «Таня». Она назвала себя так на допросе. А лишь потом установили, что в действительности она Зоя Космодемьянская, ученица одной из московских школ. И в тот момент ее имя, конечно, было использовано для пропаганды, для возбуждения ненависти к захватчикам и к агрессорам. Это были символы, таким символом. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Николай Гастелло, это летчик-бомбардировщика, подбитого немцами, который сознательно направил в гущу немецких танков, погиб сам, но и взорвал всю колонну. Вот это символы, образы героизма, на котором в войну пропаганда ориентировала Красную Армию и весь советский народ. Я могу добавить, что если вы хотите сказать о этих знаменитых людей, то вы, наверное, должны сказать, что они становились, как наш Диагес сказал, символом силы, силы, вероятности и большой патриотической войны, конечно. Если есть вопросы. У меня есть вопрос. Вот в Тюмени находилось тело Ленина. А было, лежало ли в это время в мавзолее, лежал ли определенный дубликат, что ли, или в этом не было необходимости? Очень хороший вопрос. Все москвичи думали, что тело Ленина, конечно, там, в мавзолее на Красной площади. В действительности, по решению Политбюро, от 3 июля оно было эвакуировано в Тюмень. В мавзолее ничего не было. Но также в мавзолее стоял караул, и также все думали, что Ленин там. Потому что на параде 7 ноября, на трибуне мавзолея, как обычно, стоял Сталин и руководство Советского Союза и партии, и все думали, что внизу Ленин. На самом деле он был в Тюмени. Но в Тюмени полностью соблюдался ритуал поста номер один. На втором здании, в комнате номер 15, находился саргофаг с телом Ленина. Он был закрыт наполовину простынью, и там у дверей также менялся караул. То есть шли бойцы, винтовки с примпнутыми штуками, доходили до двери этой комнаты, ставили винтовки к ноге, и также постоянно менялся караул. Никто в Тюмени, догадывались, конечно, но никто не говорил, во всяком случае, а большинство не знало, что здесь, в этом здании, находится главная святыня Советского Союза и Коммунистической партии. А здание было легендировано под медицинскую лабораторию. Дело в том, что в наш город в 1942 году был эвакуирован Кубанский медицинский институт. Он здесь находился, в нынешнем здании Центральной управы. Ну и считалось, они здесь работали, здесь студенты учились. У нас был даже один тюменский выпуск, тюменский, 38-й. Они получили дипломы и сразу же получили повестки на фронт. Все ушли на фронт, многие не вернулись. Среди этого выпуска был организатор тюменского здравоохранения Юрий Николаевич Симовских из этого выпуска как раз. Ну а что касается Ленина, то для меня все еще загадка. Дело в том, что все документы о пребывании здесь саргофака с его телом не рассекречены до настоящего времени. Но часть уже открыта. Для того, чтобы удостовериться в его сохранности, в декабре 1943 года сюда приехала большая партийно-правительственная комиссия. Во главе с наркомом здравоохранения Митеревым, академиками Бурденко, Арбели, Виноградовым. Они проверили состояние тела, написали свое заключение. Находится в хорошем состоянии, его увидят новое поколение советских людей. Но я сейчас вам скажу один факт, у которого для меня во всяком случае нет объяснения. Дело в том, что академик Сбарский Борис Ильич, он отвечал за сохранность тела Ленина. Он участвовал в бальзамировании и он отвечал за сохранность тела. И он вел, естественно, медицинские наблюдения. Так вот, январь 1942 года, вес тела Ленина 51 килограмм 27 граммов. Январь 1944 года, вес тела Ленина 53 килограмма 97 граммов. Ленин поправился в Тюмени почти на 3 килограмма. Кто объяснит этот факт? Поэтому перед возвращением тела Ленина в Тюмени, ему пришлось в Тюмени сшить костюм. Не вести же его в тесном костюме. И поэтому нашли здесь портного, портной военторга, который, к счастью, не был репрессирован раньше. Сделали, ему принесли мерку. Он по этой мерке сшил костюм. Причем, интересно, что он спрашивал, когда же придет клиент на примерку. Ему сказали, ты шей, как мы тебе сказали, и поменьше говори. Вот в этом новом, сшитом в Тюмени костюме он и возвратился в Москву. Кстати, сейчас же музей Мавзолея тела Ленина на реконструкцию. Как обещали, завтра он будет открыт для посещения. Видите, в какое время сплошная мистика, как мы говорим. Для завтрашнего дня ему сшили новый костюм. Так, по счету, раз, два, Тюменский второй был, три ему сшили в 70-е годы. Четвертый костюм износил Владимир Ильич Ленин. Но 22 апреля, кстати, юбилей. Он же родился в 1870 году. То есть открывает Мавзолей к юбилею, костюм новый к юбилею. Ну и то, что он поправился в Тюмени, наводит на определенные версии. Если верить христианам, то существует загробная жизнь. Может, она действительно существует. И, может, раз она состоит из двух частей, рай и ад, то понятно, что Владимир Ильич Ленин в Тюмени находился где? В раю, конечно. Так что видите, какой город у нас интересный. И с интересной аурой. Кстати, уж если говорить о секретах Тюмени, то здесь, недалеко от нас, в здании Спасского собора, хранилось сейчас золото Крыма. Крымские скифские сокровища были эвакуированы в августе 1941 года в Тюмень и хранились рядышком. Потом решили, что слишком много тайн для одного маленького города. Эти сокровища перевезли в Новосибирск. А Ленин так и оставался до окончания Великой Отечественной войны. Кстати, рядом, сейчас там военкомат, были эвакуированы музейные ценности из музея Ленина в Ленинграде, Санкт-Петербург. Но уж если говорить полностью о ценностях, то вы, наверное, знаете о том, что музейные ценности Эрмитажа, ни много ни мало 18 тысяч коллекций, были эвакуированы в соседний город, в Свердловске. Они размещались. И для потом вывоза обратно в конце 1944 года для этого потребовалось 61 вагон. И к этому Тюмень имеет отношение, потому что во время блокады жители, страдая от голода, съели все, что можно было съесть, в том числе и всех кошек. И поэтому в городе расплодились крысы. И везти туда музейные ценности было опасно. Поэтому по указанию НКВД сибирские кошки из Тюмени 50 кошек были отправлены в Ленинград, где расправились с крысами в подземельях Эрмитажа. Если вы будете в Санкт-Петербурге и будете в Эрмитаже, и вдруг случайно увидите кота или кошку перебегающую, это потомки знаменитых тюменских сибирских котов. Интересный город. Интересный город, потому что из-за Ленина городу в какой-то степени повезло. Потому что эвакуированы были только те предприятия, которые сюда вывезли до июля. Или в пути было. А потом, естественно, сказали не надо. Здесь абсолютно тайна. И поток эвакуированных предприятий пошел дальше на восток. Вот Омск, Красноярск, Новосибирск и так дальше. А Тюмень так сохранилась. Главное, самое большое оборонное предприятие – это Тюменский судостроительный завод. Он делал торпедные катера. Соединенные Штаты Америки знают, что такое торпедные катера. Кстати, они лент-лист поставлял нам, а мы некоторые катера отправляли в Соединенные Штаты Америки. На Дальневосточный театр военных действий. И Тюменский судостроительный завод, он был родоначальником судостроения речного в Сибири. Здесь был построен в Тюмени первый пароход в крае. Назывался «Основа». И за строительство торпедных катеров завод был тоже награжден боевым орденом. Орденом Отечественной войны первой степени. Это самое крупное оборонное предприятие в годы войны в нашем городе. Спасибо большое. Есть еще какие-то другие вопросы? Мне интересно было узнать о девушке Зоя Космодемьянская, потому что я об нее никогда не узнал. Но она была знаменитая, известная. Она умерла, когда ей было 18 лет. 18 лет. Многие здесь знают о ней? Я сразу скажу, что многие это да. Дело в том, что в Тюмени есть улицы. Зоя Космодемьянской, улица Александра Матросова, улица Николая Гастелла, улица Олега Кашевого. Это молодая гвардия. Это город Краснодон. Молодые парни и девушки, учащиеся старших классов в оккупированном городе, составили сопротивление оккупантам. Поэтому имя Зои Космодемьянской знают много. Раз я говорил, что это были символы, пропагандистские символы всей войны, то они, конечно, широко подавались. Потом это закреплялось в массовом сознании, даже в подсознании. Как это делалось? Это было. Статьи в газетах. Это обязательно был кинофильм. Обязательно книга большая. Роман или повесть. И обязательно музыкальное произведение. И обязательно монументальное произведение в скульптуре. То есть это набор пропагандистский, который сразу давал массовое представление. И этот образ закреплялся в поколениях. Вот как действовала пропаганда. Поэтому этой пропаганде военной, ну, стоит или не стоит, я считаю, да, надо учиться. Поэтому сразу выражение. И так в отношении большинства символов героев Советского Союза. Ну, и еще одно. В семье Космодемьянских, у ней отец был репрессирован советской властью. Одна мать. В семье было двое. Зоя и мальчик Шура. Он потом тоже пошел на фронт. 17 лет. Он был танкистом. И в конечный, заключительный этап Великой Отечественной войны он погиб, сгорел в танке. Тоже герой Советского Союза. Поэтому и книга была, так и называлась. Зоя и Шура. Саша, Шура. Два таких варианта. То есть Зоя Космодемьянская, она из, пожалуй, всех символов наиболее известна. Так что не случайно вы обратили внимание именно на ее образ. Мне интересно, что она умерла в начале войны. Значит, во время войны все уже знали о нее. Да. Это случилось как раз во время, когда немцы стояли под Москвой. Это был ноябрь 1941 года. А после этого 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. То есть вся Вторая мировая война. Конечно, она была широко известна. Тем более, что бойцы под влиянием пропаганды, естественно, горели из жажды мести. Тем более, что немецкая дивизия, соединение, которая захватила ее и повесила, она была разбита во время действия. Эти документы разбитой дивизии. И вот снимки, когда виселица, когда ее тело в снегу, это было обнародовано, показано. То есть документы были предъявлены. Это было широко задокументировано. И поэтому, конечно, это был один из самых ярких образов сопротивления и мести. Интересно. Спасибо. Стоит напомнить, что у нас в гостях был Александр Антонович Петрушин, Тюменский историк, кроевед и писатель. So, and we will meet next week. Thank you. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok